Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. В начале Второй мировой войны в армиях многих стран широко использовались бронеавтомобили, тогда как американцы довольно равнодушно относились к этому виду боевой техники. Они располагали большим количеством танков и считали, что те лучше справляются с задачами, которые в других армиях возлагались на бронеавтомобили. В 1941 году командование американской армии выдало заявку на разработку на конкурсной основе колесной самоходной артиллерийской установки в рамках программы создания нового истребителя танков. В соответствии с техническими условиями колесная боевая машина должна была иметь башню кругового вращения, вооруженную 37-мм противотанковой пушкой. К июню 1942 года на рассмотрение армейской комиссии были представлены различные опытные образцы. Но отклонив несколько не совсем удачных моделей, командование американской армии в конце концов остановило свой выбор на полноприводной шестиколесной машине Т-22И2, разработанной фирмой Ford, на базе своего трехосного грузовика с колесной формулой 6х6 и с задним расположением двигателя. Однако к моменту принятия на вооружение ее 37-мм пушка уже не справлялась с мощной броней новых немецких танков. Поэтому функции противотанковой самоходки были возложены на хорошо бронированные и лучше вооруженные гусеничные машины. Бронеавтомобиль уже отвели более подходящую роль разведывательной и патрульной машины, с которой он блестяще справлялся благодаря своим прекрасным скоростным качествам. На шоссе М-8 легко разгонялся до 88 км в час, благодаря небольшой боевой массе и довольно скромному бронированию. Поступив на вооружение американской армии в начале 43-го года, бронемашины М-8 широко использовались в механизированных и пехотных частях, заменяя устаревшие разведывательные бронеавтомобили М-3А1. В вооруженных силах Великобритании бронемашина М-8 получила название «Грейхаунд». За время серийного производства фирмой Ford было построено 11667 бронеавтомобилей М-8. Они приобрели огромную популярность в войсках и широко применялись на всех театрах военных действий, особенно в Северной Африке и Европе, для патрулирования, разведки и сопровождения колонн с военными грузами. Цельносварной корпус бронемашины изготавливался из листов катанной стали, которые устанавливались с рациональными углами наклона. Толщина бронировки в лобовой проекции составляла от 16 до 19 мм. Борта М-8 бронировались 9,5 мм броневыми листами. По центру корпуса располагалась литая открытая сверху двухместная башня кругового вращения, толщина стены которой достигала 19 мм. Легкое бронирование, которое соответствовало классу машины, в лучшем случае обеспечивало защиту от пулеметного огня, а также осколков снарядов и мин малого калибра. Днища бронемашин раннего выпуска не бронировались, поэтому наезд на мину часто имел трагические последствия, как для машины, так и для ее экипажа. В качестве временной меры гнищу под сидением водителя и его помощника приваривались дополнительные броневые листы. Но для усиления защиты на машинах более позднего выпуска целиком бронировалась уже вся передняя часть днища. В передней части корпуса в невысокой двухместной рубке размещалось отделение управления, в котором слева сидел водитель, а справа его помощник. Водитель управлял машиной с помощью обычного рулевого колеса, педалей сцепления, тормоза и газа. Обзор водителю и его помощнику обеспечивали смотровые щели с бронезаслонками и перископические приборы наблюдения, расположенные в лобовых бронекрышках отделения управления, которые, откидываясь вперед на шарнирных петлях, опускались на верхний лобовой лист корпуса. В узкой крыше отделения управления над сидениями водителя и его помощника имелись прямоугольные люки, стыковывающиеся по передней кромке крыши с лобовыми бронекрышками. Крышка люка водителя откидывалась влево, а его помощника вправо. В сочетании с открытыми лобовыми бронекрышками они обеспечивали водителю и его помощнику беспрепятственный обзор местности впереди машины. Люки не имели резиновых герметизирующих прокладок и во время дождя пропускали воду. Это обстоятельство в сочетании с отсутствием крыши на башне и слабой системой отопления серьезно усложняло жизнь экипажей М-8 зимой 1944-1945 годов. Поскольку помощник водителя был мало загружен работой, а водителю, наводчику и заряжающему в боевой обстановке приходилось вкалывать до седьмого пота, то на большинстве бронемашин центральную боеукладку переносили к левому борту боевого отделения, а радиостанцию к правому, чтобы помощник водителя мог выполнять обязанности радиста. В средней части корпуса размещалось боевое отделение с двухместной литой башней кругового вращения, вооруженной 37-мм пушкой М-6 и спаренном с ней пулеметом Браунинг калибра 7,62 мм. Слева от казенной части пушки сидел наводчик, справа – командир машины, выполнявший функции заряжающего. 37-мм пушка М-6, являвшаяся основным вооружением бронемашины, представляла собой модернизированную пушку М-5, которой оснащались ранние американские легкие танки М-2, А-4 и М-3. Пушка М-6 была на 6 дюймов 152 мм длиннее, чем М-5, за счет чего обладала большей начальной скоростью снаряда и имела полуавтоматический вертикальный клиновый затвор. В вертикальной плоскости пушка наводилась в секторе от минус 8 градусов до плюс 20. Максимальная скорострельность составляла 30 выстрелов в минуту, но чтобы полностью измотать заряжающего, хватало и темпа стрельбы 20 выстрелов в минуту. На дальности в 450 метров бронебойный снаряд пробивал 53-мм броневую плиту с поверхностным цементированием, установленную под углом 30 градусов. На дальности 2000 метров бронепробиваемость уменьшалась до 35 мм. В состав боекомплекта пушки М-6 входили 80 выстрелов, в том числе фугасные, бронебойные с защитным колпачком и бронебойные. Для наведения пушки на цель в распоряжении наводчика имелся телескопический прицел М-51, крепившийся слева от казенной части орудия. Справа к пушке с помощью двух шпилей крепился пулемет Браунинг М-1919А4 калибра 7,62 мм. Слева от пушки располагалась патронная коробка со снаряженной пулеметной лентой на 250 патронов, которая подавалась к казенной части пулемета по дугообразному подающему устройству, смонтированному над орудийным стволом. На башне бронеавтомобилей М-8 раннего выпуска не предусматривался монтаж дополнительного крупнокалиберного пулемета, но в войсках специалисты передвижных ремонтных мастерских своими силами оборудовали машины шкворневыми и кольцевыми установками для крупнокалиберных браунингов. Боекомплект крупнокалиберного пулемета состоял из 500 патронов, 80% из которых были бронебойными, а 20% трассирующими. Такое же соотношение соблюдалось и для пулемета калибра 7,62 мм. Боекомплект к пушке размещался в двух сотовых ящиках боеукладках, один из которых на 34 выстрела находился в нижней части правой ниши боевого отделения, а второй на 30 выстрелов стоял на полу у левого борта за спинкой сидения водителя бронемашины. В задней части корпуса броня автомобиля М8 находилось моторное отделение, в котором устанавливался 6-цилиндровый рядный карбюраторный двигатель жидкостного охлаждения «Геркулес», развивавший мощность в 110 л.с. Топливный бак на 212 л, изготовленный из самозатягивающейся резины и заключенный в стальной кожек, размещался между двигателем и противопожарной перегородкой, отделявшей боевое отделение от моторного. Шестиколесное шасси обеспечивало отличную поперечневую устойчивость машины на скорости 88 км в час, которая являлась достаточно высокой для бронеавтомобиля. При движении по бездорожью на колеса надевались специальные цепи, которые существенно повышали проходимость бронемашины, особенно в тех случаях, когда земля раскисала от проливных дождей. После окончания военных действий в Европе легкие бронемашины М8 использовались американскими оккупационными войсками в Германии в качестве полицейских бронеавтомобилей. В послевоенные годы по программе военной помощи они передавались армиям стран Азии, Африки и Латинской Америки. В 1950 году М8 пришлось принять участие в Корейской войне. Еще позже эти бронемашины использовали французы во время войны в Индокитае. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok